Приветствую вас. Понимаете, какая штука. Парадоксально, но факт то, что вы вот не знаете, кому обратиться за помощью. То есть вы уже заранее считаете, что сами не справитесь. Если вы считаете, что сами не справитесь, то я могу вам сказать, что считаете вы, в таком случае себя, очень сильно хуже своего партнера. И одна из ваших задач это работа над самооценкой. Над повышением ее. Может быть, именно сейчас уходить вам никуда и не надо. Может быть, именно сейчас имело бы смысл как раз таки поработать самооценкой с личными границами вашими. Такой, повысить уверенность в свою. Вот. И, соответственно, после этого уже до сечества дел. Взять на себя ответственность за то, что происходит. Изучить, например, треугольник Карпмана, где вы могли бы лучше понять то, что с вами происходит. Так, потом, провести работу по выведу вас из треугольника Карпмана. Вопрос вызывает вот что. Вы говорите, что ваш, ну, что ваш мужчина тирант. Вот. Ну, почему-то, ребёнка вы от него, ну, ребёнка вызовели. Вот. Хотя я не думаю, что это раном он стал вот с момента, когда вы забеременны. Обратите внимание стоит и на то, как выстраивались ваши с ним отношения. Вот. Как вы на ранних этапах позволили ему вести себя странно. Так. Позволили ему обижать вашу дочь, например. То есть, понимаете, всё это не случайно. Подобные вещи не случайно и в основе лежит вполне нормальное такое вот системное поведение. Ваше системное поведение. Где вы не можете, очевидно, человеку сказать твёрдое нет. То есть, не то, чтобы вы, конечно, прям обязаны это делать, но если вам, если вы тягоститесь тем, как вы живёте, то, наверное, надо. Обучением того, чтобы говорить «нет», поработать стоит. А вот эти навыками без конфликтного общения стоит тоже, да, тоже очень важный момент. Вот. Важно, потому что, ну, вы смогли бы, смогли бы избежать многих конфликтов, если бы, не ввязывались к скандалу. Ну, вы ввязываетесь и ввязываетесь вы не просто так, а ввязываетесь вы, потому что вас задевает то, что мужчина, возможно, говорит и так далее. Вот. Ну, с этим тоже, на мой взгляд, необходимо работать. С этим тоже, на мой взгляд, необходимо взаимодействовать с этим. Тоже, на мой взгляд, необходимо что-то делать с этим. Тоже, на мой взгляд, необходимо взаимодействовать и корректировать. Основная проблема это низкая самооценка, проблема с личными границами, как правило, страх одиночества и такое вот подспудное, я бы сказал, желание угождать, то есть вот именно, ну, некая, я бы сказал, некая убеждённость, некая убеждённость в том, что я должна угождать, я нахожусь, грубо говоря, ниже, чем мой партнёр. Вот это, вне всякого сомнения, позиция негативная, вне всякого сомнения, это позиция деструктивная, вот, и вмешающая находиться в здоровых отношениях. Ну, то есть, высшим моментом истебляет то, что сейчас, сейчас прямо вот резких таких движений делать вам может быть и не нужно, вот, уходить куда-то может быть тоже не нужно, вот, а вот поработать над собой, да, ну, это более чем реально. Решать? Решать. Решать. Конечно. Вам? Вот. То есть вам, ну, вам решать, как вы будете поступать, да, вам решать. Будете ли вы действовать, вот, ну, в этом вот направлении или не будете, это исключительно, исключительно вам решать. Вот, вне всякого сомнения. Ну, я надеюсь только на то, что выбор свой вы сделаете такой, который действительно вам на пользу, да, а не под действия, эмоции, это сказал. Я бы мог, а, еще, порекомендовать вам треугольник, ой, не треугольник, а психологическую игру скандал изучить. Вот. Мне кажется, вам это было бы весьма полезным. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаем всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешит.